Здравствуйте, с вами Дмитрий Споров. Сегодня мы поговорим о улице Моросейки и посмотрим на фотографию столетней давности. Какой была эта улица, какой стала, что за люди здесь жили. И главное, как эта улица запечатлелась не только в памяти истории Москвы, но и в истории России. Моросейка Улица Моросейка – одна из центральных в нашем городе. Она отходила от Ильинских ворот Китай-города. Сейчас нет уже ни Ильинских ворот, ни тех ворот, которыми когда-то Моросейка запиралась. Как всякая московская улица, она имела ворота в начале и в конце. И вот примерно на месте церкви Николы в Клениках, в начале улицы Моросейки, стояли ворота, которые охраняли стражники. Воротники, как их называли. И с другой стороны, примерно на месте церкви Косьмы и Демьяна. Вот это вся Моросейка. Следующая часть дороги называется Покровка. И в принципе, дорога от Ильинских ворот шла в царские села Преображенская и Измайлова. Очень известные и важные для нашей истории. Близость Преображенского и Измайлова сформировала облик улицы Моросейка. Традиционно на Моросейке жило много иностранцев и иноверцев. И возник конфликтный случай, когда московские священники православные написали письмо Алексею Михайловичу с просьбой выселить иноверцев за черту города. Тогда-то иностранцы с Моросейки были выселены в немецкую Слободу. Ну и, соответственно, количество людей, посещавших православные приходы, увеличилось. Видимо, люди из любопытства ходили в иноверные молельные дома. Но с Петровским временем иноверцы и иностранцы снова стали селиться на Моросейке. И можно считать Моросейку одним из традиционных мест заселения иностранцами. Само название Моросейка происходит от малороссийского подворья, которое находилось примерно в районе домов 9 и 11 на углу Большого Златоустинского переулка. В подворье приезжали малороссийские гетманы и отсюда с Моросейки общались с царским двором в Кремле. Моросейка Войн в России, сей грозный час должен решить судьбу Отечества. Не помышляйте, что сражаетесь за Петра, но за государство Петро врученное. За род свой, за Отечество! Вперед! Специфика московской жизни и, соответственно, московской застройки была еще и в том, что улица, по которой чаще всего проезжал царь, была на особым счету. И вот в царствовании Петра I, Преображенское и Измайлово, подмосковные села становятся важными, особенно важными для молодого царя. И здесь, по Моросейке от Ильинских ворот, очень часто следовал царский кортеж. Или просто царь, который любил в одиночестве проскакать Преображенское или обратно. Именно поэтому на Моросейке стали селиться известные фамилии. Моросейка – та дорога, по которой из центра люди добирались до Курского вокзала. Ну, а вокзал – это всегда оживленное место, которое требует определенного уровня подъездных путей. До сих пор на Моросейке сохранились здания, которые выходят за красную линию улицы, то есть на проезжую часть. И об одном мы поговорим сегодня особенно. Это здание бывших палат на Рыжкинах, крупнейшего усадебного комплекса в центре Москвы, которое стало гимназией, сначала гимназией пастора Глюка, приехавшего в Россию из Литвы, а потом Елизаветинской гимназии, основанной великой княгиней Елизаветой Федоровной. Это гимназическое учреждение сыграло очень важную роль в нашей истории. В России не верили, что пастор Глюк приехал просто так. Его подозревали в шпионаже. Именно поэтому долгое время ему чинились припоны, и государство относилось к нему как к человеку непонятному. Зачем пастору устраивать в Москве учебные заведения? Надо сказать, что в XVIII веке гимназии не было. И после того, как гимназию Глюка расформировали, а учеников перевели в Петербург, в Москве оставалось всего одно светское учебное заведение, в славяно-греко-латинской академии на Никольской улице. Гимназия пастора Глюка по воспоминаниям современников была суперсовременным учреждением. В ней не только преподавались иностранные языки, причем такие, о которых в Москве имели очень смутное представление, такие как сирийский, древнееврейский и так далее, все европейские языки. Гимназия предоставляла молодым людям современное европейское образование. Но, как выяснилось, интерес общества и востребованность такого рода образования была невысока. По сольскому приказу нужны были переводчики и точка. Гимназия пастора Глюка Гимназия пастора Глюка так и осталась чем-то незавершенным. Как идея, получившая воплощение, гимназия пастора Глюка, безусловно, очень яркое событие для XVIII века. По одному из преданий, именно здесь, на Моросейке, в семье пастора Глюка, жила Марта Скавронская, будущая императрица Екатерины I. Но это всего лишь легенда. Точных, документально подтвержденных источников о том, откуда происходило и, главное, где жила будущая императрица, почти нет. Известно, что она была захвачена в плен графом Шереметьевым и дальше переходила из дома в дом. Ее история была не очень красивой. Она переходила от Шереметьева к Менщикову. Могу я вас просить, феер Питер? Что? Что просить? Еще черту, не надо. Ты попросила? Марта стала любовницей императора и со временем императрицей. Она приняла крещение, стала императрицей Екатериной Алексеевной с фамилией Михайлова. Надо сказать, что фамилия Михайлов использовалась и Петром I в его заграничных путешествиях. Ее величество, гостарня царица Екатерина Алексеевна. Гимназическая история здания на Моросейке не заканчивалась гимназией пастора Глюка. В 1880 году здесь была открыта Елизаветинская гимназия по инициативе и под руководством великой княгини Елизаветы Федоровны, которая сейчас причислена к лику святых. Возможно, авторитет Елизаветы Федоровны привлекал к гимназии крупных жертвователей. Известно, что многие концерты Антона Рубинштейна и Петра Чайковского были благотворительными в пользу Елизаветинской гимназии. Именно поэтому гимназия могла позволить себе устройство специальных классов, приглашение высокооплачиваемых преподавателей, ну и устройство учебного процесса таким, каким видел его руководитель гимназии. В гимназии обучались девочки, отцы которых участвовали в русско-турецкой компании 1875-78 годов. Показателем уровня гимназического образования в Елизаветинской гимназии был тот факт, что после ее окончания девочек принимали без экзаменов на высшие женские курсы. У Елизаветинской гимназии не так много именитых выпускниц. Но одну из них, безусловно, знают многие. Это Мария Ульянова. Она заканчивала Елизаветинскую гимназию еще до революции. В гимназии преподавал Михаил Николаевич Покровский, который в советское время стал символом новой историографии Ленинской и Сталинской. Покровский был учеником Ключевского, но придерживался другого, нежели свой учитель, принципа повествования о истории нашей страны. Покровский был убежденным марксистом и первые советские курсы истории читались именно по Покровскому. Поэтому его личность в нашей истории и историографии чрезвычайно велика. На фотографии Моросейки, сделанной примерно в 20-30-х годах прошедшего 20-го века, видно здание, которое построено по другую сторону Златоустинского переулка. Это один из многих домов, выстроенных предпринимателем, книгоиздателем Иваном Сытиным. Здесь на Моросейке был один из его штабов по производству книжной продукции. Сытин был более чем удачлив в своем книжном бизнесе. Именно он прославился до революции как человек, который смог выпустить книжную продукцию по всей Российской империи за счет огромных тиражей и маленькой цены на книги. Еще одно здание на Моросейке выходило за красную линию. И для него, для этого здания это стало фатальным. Церковь Успения на Покровке или в Котельниках, как она называлась раньше. Традиционно эта церковь считалась одной из самых красивых в Москве. как сейчас приводят в пример московского барокко церковь Покрова в Филях, так раньше приводили и церковь Покрова в Филях, и церковь Успения на Покровке. Она считалась примером и образцом московского зодчества XVII века. В первые годы советской власти церковь признавалась архитектурным памятником. Больше того, нарком Лавначарский предложил переименовать соседние из церкви Успенские переулки в переулок Сверчков и Потапов по фамилии архитектора Петра Потапова и жертвователя на церковь купца Сверчкова. Но это не уберегло саму церковь. Под предлогом расширения проезжей части транспортной артерии города церковь Успения на Покровке снесли. И сейчас в Москве случилась удивительная ситуация. У нас есть переулок, названный в честь архитектора, построившего церковь, есть переулок в честь человека, давшего деньги на эту церковь, и нет самой церкви. Вместо храма церкви Успения на Покровке просто пустырь, скверик. В наше время, когда мы оцениваем советский период в истории Москвы и размышляем о том, какие здания были разрушены, то все исследователи и любители Москвы сходятся во мнении о том, что хорошо бы восстановить Красные Ворота, Сухареву Башню и церковь Успения на Покровке, как одну из самых красивых и ярких в нашем городе. Улица Моросейка изменилась сравнительно немного по сравнению с другими московскими улицами и площадями. На старых фотографиях мы можем угадать те здания, которые и сейчас находятся на улице. Тем не менее, старая фотография открывает нам дверь в мир, казалось бы, давно ушедший, мир 100-летней давности позволяет понять, что же происходило раньше на наших улицах, в наших городах. Всего доброго! С вами был Дмитрий Споров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова